Привет! Я на Патриках. Быстро сейчас о одном из главных вопросов Патриарших прудов. Это то, где Аннушка разлила масло. Вчера, кстати, я налетел на штраф за проезд на пешеходном переходе. Это было ужасно. Что-то взялись за нашего брата. Хотя я обычно этого не делаю, но вот прям вот вчера торопился и там такой маленький был переходик я прошел. Ну вот, собственно, улица Малая Бронная и Ермолаевский переулок. Вот на этом углу Аннушка и разлила масло на рельсы. Только вопрос, где рельсы, их почему-то нет, а на самом деле их как бы и не было. Точнее, рельсы были, но были они там, я так понимаю, в конце 19 века, когда эти дома все строились. Здесь, да, я пешком пройдусь. Здесь, значит, ходила конка. Конка это типа трамвая, заряженного, запряженного лошадьми, запряженного лошадьми. Во время строительства этих домов, в конце 19 века, в начале 20-го, подвозили стройматериалы на них. Но люди, по сути дела, как трамваем им не пользуются. Какое-то время пользовались, пока не были подключены эти дома к центральному отоплению. Люди просили, чтобы оставили на какое-то время, чтобы можно было подвозить дрова. Но, получается, к булгаковским временам его уже не было. Вот здесь вот где-то сидел товарищ Герлевоз, когда к нему подошли коровики вегемот. Почему такая штука, как бы? Но дело в том, что автор использует собирательный образ. Он объединяет, на самом деле, патриаршие пруды и чистые пруды. На чистых прудах до сих пор ходят трамваи мимо и все такое, да? А для большей, так скажем, выразительности, видимо, красочности, он использовал такой ход. Но в реальности того трамвая, который отрезал голову, не было. Вот так вот.